Приветствую всех, дорогие друзья! Рад вас всех видеть, с вами снова КрюГТВ, и сегодня мы поговорим о второй части первоапрельского ивента, которая, на мой взгляд, является более первоапрельской, чем тест-механик на Войне 2077, а именно о чудесных виражах, ну или, я думаю, что вы сами понимаете, к чему эта отсылка. По 5 апреля вы ещё можете сыграть в этот режим и получить, на мой взгляд, много удовольствия. Мне понравилось, и я рекомендую вам попробовать. А что это такое, сейчас я вкратце расскажу. Чудесные виражи, по сути, это очень похожий ивент на пони, то есть для нас есть перерисованная карта в другой стилистике. У нас есть другие придуманные, скажем так, самолёты, прикольная стилистика самого ивента. Всё очень красочно, и это, наверное, самое главное, и зрелищно, но при этом серьёзность уходит куда-то на второй план. И в данном случае это на самом деле даже неплохо, потому что есть классные звуки, классная графика, месилово, поскольку всё происходит в аркадных воздушных боях, но с некоторыми изменениями. Именно поэтому события вынесли в отдельный режим, полагаю, а не добавили в обычную аркаду. Поскольку самолёты здесь свои, уникальные, да, это опять же какие-то, я так понимаю, переработанные модельки, которые уже есть, но, например, перезарядка пулемётов там в 3 секунды вряд ли это то же самое, что и в обычной аркаде. И, соответственно, немножко по-другому здесь играются эти самые самолёты. Они суперманёвренные, довольно быстрые, да, обладают немножко разным вооружением, но тем не менее. По поводу вообще самого события. Тупо аркада самолётная, с этими небольшими изменениями самих самолётов, самое главное, что вы здесь получите, это просто визуальный какой-то вот эффект. Я бы сказал, можно на всё это дело смотреть довольно заворожённо, поскольку, скорее всего, некоторых игроков в аркаду воздушную не заманить. А вот на ивенте у вас нет выбора, и после того, как вы катаетесь в какие-нибудь танковые реалистичные бои, и где всё так долго, скучно, нудно, вот данный режим становится глотком свежего воздуха. То есть в теории вы, конечно, можете зайти в обычную самолётную аркаду, но, опять же, там всё-таки немножко иначе. Здесь практически бесконечное вооружение, яркие краски, причём самое главное, что и карта сделана так, чтобы вам всё время приходилось вертеться около этих летающих островов. Тоже очень здорово, поскольку иногда случаются такие прям погони в островах. Выглядит суперэффектно. Получите здесь некоторые иконки в качестве бонуса, и здесь ещё сделана некоторая прогрессия. Начинаете вы с обычного бипланчика шустрый, с двумя пулемётами, потом получите себе моноплан за 10 побеждённых игроков. Ну и далее, побеждая игроков, будете открывать новую технику. Ну то есть в теории дойти до каких-то лёгких штурмовиков, каких-то лёгких бомбардировщиков, стилизованных, вы сможете. И на самом деле, я думаю, что проведя несколько часов в этой игре, вы всё равно уже подкрываете что-нибудь, насладитесь этим визуально, и опять же вас, скорее всего, отпустят. А мне было интересно полетать до момента открытия где-то шершня. Дальше уже вопрос, наверное, только если вам нужно открыть какую-то конкретную модельку, типа красного гуся или вон хитрой утки вообще, где нужно сбить 250 игроков, это займёт у вас всё-таки больше времени. Мой вердикт, событие офигенное. На 1 апреля оно... Мне особенно понравилась его презентация и вот эти вот иконки. Иконки, которые вы получаете, иконка пилота лис и медведь, они прям волшебные, на мой взгляд. Эти декали, вот типа чудесных виражей ещё, мне прям нравится, как сделанная стилизация волшебная. И ярко, красочно, окей. Я сто раз это повторил, но рекомендую всем попробовать. Во вкладке события найдёте данный режим бою. Также сюда, к 1 апреля, приурочили и скидки. О них я бы тоже хотел рассказать. До 5 числа у вас просто есть хорошая возможность получить довольно выгодные предложения. Но тут буквально в двух словах. Во-первых, по моей ссылке в описании вы сможете получить ещё и дополнительно мою декаль в этой игре. Тот, кто её не видел, тот в видео, наверное, может заметить. Она обычно нанесена на многие мои танки. И, собственно, здесь два больших набора. Тяжёлая броня и комплект ультра. Ну, для пилотов и для танкистов. С 50-процентной скидкой. А для танкистов это Т-34. Это экранированный КВ-1Э, что очень важно. Офигенный танк. Это немецкий СД-КФЦ 140-1, Т-26Э ещё. Потом панцер СФЛ-ка. Это разведчик на базе второго пазика, по-моему, сделанный. Второго ранга, короче, прикольная такая самоходка. И ещё получите панцер 470А. Мне он не особо зашёл, он такой просто обычный. Самое главное здесь, что вы получаете, помимо всей этой техники, в особенности, среди которой есть интересный КВ-1Э, кучу голды и кучу премиум аккаунта. И вот это, наверное, самое главное. Поскольку с такой скидкой это действительно может быть очень выгодно. А вы получаете здесь, если мне не изменяет память, порядка 7000 золотых орлов. Это мы говорим сейчас про танковый набор. И что-то около двух месяцев према. Там, может, полутора месяцев. Это серьёзно. Что касается набора воздушного, то он тоже хорош. Здесь вы получите А6М5К, XP38Г, Дору-13, что самое главное. Марк-1Б Тайфун, он, кстати, тоже великолепный. И П2-205. Это неплохой набор самолётов для того, чтобы, а, качать себе, опять же, воздушную технику. И, б, фармить. Потому что есть самолёты 3-го, 4-го ранга. То есть вы вполне сможете на этом как зарабатывать, так и прокачиваться. И по итогу получите ещё дополнительно к этому приличный запас голды. Там порядка 6500 голды. И према, опять же, месяца полтора. В общем, какой бы набор из этих вы не выбрали, я думаю, это приличное вложение в игру. С точки зрения вообще универсальности. И премиум аккаунт, и голда, и техника. Особенно, например, самолёты. Если у вас ничего особо не прокачано и не на чем фармить, то это будет неплохим вариантом. Что-то из этого вам обязательно будет по душе, и на этом вы сможете неплохо зарабатывать. Ну, а на этом я на сегодня заканчиваю видео. 1 апреля в этот раз удалось. Я действительно прям рад. Хорошие режимы, на них можно потратить все эти как раз-таки там 3-5 дней. Может быть, потом они вернутся, как и пользовательские миссии, чтобы вспомнить было. Возможно. Ну, а на этом на сегодня все. Увидимся в следующих видео. Всем удачи и пока.